Моей душе захотелось почитать книгу. Всем здравствуйте! Вы попали на канал Лары Шум, и сегодня я бы хотела поделиться одной историей. Недавно я сняла видео, которое назвала «451 градус по Фаренгейту». В подсказках можно на него пройти и посмотреть. Если коротко, это видео о том, что мне очень надоело клиповое мышление, я от него просто устала. И захотелось пойти в библиотеку. Что ж, на днях я это сделала, я сходила в библиотеку, и теперь у меня есть единый читательский билет. Вот, посмотрите, в Москве вот он такой, единый читательский билет. Очень удобно, до чего дошел прогресс, даже приятно стало ходить в библиотеку. Благодаря этому билету я могу зайти в любую районную библиотеку города Москвы и взять книгу, если, допустим, ее нет в библиотеке, которая находится рядом со мной. 451 градус этой книги не оказалось в библиотеке, и поэтому я взяла Рея Брэдбери, этого же автора, «Вино из одуванчиков». Вот, видите? Теперь я начала ее читать. Начала читать с большим удовольствием, тем более там оставили небольшой подарочек. Это вот такая закладка, видите? Я ей теперь пользуюсь и благодарю того человека, который оставил в книге эту закладку. И сейчас объясню, почему именно книга. Книга для меня все же, может быть, я старого воспитания, но это другая совершенно энергетика. Она живая. Ты когда читаешь, это как для души. Ты читаешь, твое воображение начинает жить, оно начинает работать, а некоторые места требуют остановки для твоего размышления. И мне кажется, таким образом мой мозг развивается, и это ли не прекрасно? Тебе надо найти время для этой книги. Ты уходишь в одно конкретное действие, то есть ты читаешь. Я не порчу глаза, когда я ее читаю. А то все время сидишь в телефоне или в компьютере, глаза устают, зрение начинает портиться. Ты держишь неповторимое в своих руках. Многие скажут, но есть же аудиокниги? Да, есть аудиокниги, и я с вами не поспорю. И я их читала с 2015 года. Но дело в том, что когда ты читаешь книгу, ты в одном конкретном действии. А когда ты слушаешь аудиокнигу, ты где-то пропадаешь мыслями в другом месте. Ты можешь в этот момент что-то готовить, мыть полы. И книга как такова, она проходит мимо информации, никакой в голове не остается. Почему с 2015 года? Потому что в 2015 году я поступила в СМД Американскую театральную академию. И наш руководитель заставил нас прочитать всего Шекспира. Я тогда записалась в библиотеку, когда у нас были карточки из картона, где библиотекарь записывал ручкой книгу, потом ее вычеркивал. А теперь мир интернета, и это ли не прекрасно? И да, до 47 лет я не прочитала эту книгу. 451 градус по Фаренгейту. И это, так сказать, не очень хорошо. Ну ладно, я прочитала зато Шекспира всего и Достоевского. Тут мне большой плюсик, так скажем. Вот, как-то так. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. А если вы также пошли затем, после этого видео, в библиотеку, то напишите об этом в комментариях. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok